Всем привет, меня зовут Лена Сосоева, мне 17 лет, я из города Улан-Удэ. Занимаюсь танцами, решила пройти курс Алмаза Сарихова, погружение в себя, прошла и вообще ни разу не пожалела об этом. Я очень хотела попасть на курс, в общем, но у меня находилась тысяча и одна причина, почему я не должна этого делать. Я даже просто боялась написать Алмазу. В итоге решилась и хоп, бац, я на курсе. Было какое-то представление о медитации. Мне казалось, что медитация — это когда ты сидишь с закрытыми глазами, обязательно вот так, в позе лотоса. У тебя нет мыслей вообще никаких, слышишь какие-то приятные ощущения. Мои представления оказались ложными. Также было какое-то представление об осознанности, но это тоже очень поверхностные они были. Фраза «быть здесь сейчас» для меня была очень красивой фразой. Ага, быть собой. А как это быть собой? И вот как раз на курсе я поняла, как это быть здесь сейчас, как это практиковать. Я увидела, как работает мой ум, я увидела, как скачут мои мысли туда-сюда. И поняла, что не каждую мысль надо думать. Я стала больше благодарить людей, ситуации. Вообще, я благодарна всему, что со мной происходит. Трудностям благодарна. Трудности на курсе были. На второй неделе мне не казалось то, что всё, я ухожу. Но это был мой ум. Ум очень сопротивлялся, когда он понял то, что с ним начали работать. Мне казалось, что у меня ничего не получается, я всё делал неправильно. Если бы мне было возможно сказать что-то себе там три недели назад, когда только пришла на курс, «Я бы сказала, Лена, ты всё делаешь правильно, просто слушай внимательно, что Алмаз говорит». И у меня какое-то очень такое доверие к Алмазу. Я чувствую, что этот человек действительно хочет помогать людям. Он это делает искренне, он это делает с любовью. Кто сейчас будет проходить курс, хочу пожелать внимательно слушать дискурсы. Потому что вот я, я вроде слушала, и вроде бы внимательно, но потом я пересматриваю, и я думаю, где я была в этот момент, когда Алмаз это говорил. Слушайте внимательно всё, записывайте, конспектируйте им. Потому что я не всегда конспектировала. Мне казалось, что что-то я и так запомню, но нет, не запомнила. Пришлось пересматривать и всё-таки конспектировать. Я стала по-другому относиться к своим страхам. Я поняла то, что моё счастье не зависит ни от чего. То, что раньше я привязывала своё счастье к каким-то вещам, к каким-то поездкам. Вот я поеду, когда в путешествие-то, и я стану счастливой. А счастье-то вот здесь, сейчас. Вот я вот сижу, разговариваю с камерой, и я счастлива. Я счастлива, когда со мной происходят трудности. Я счастлива, просто я счастлива. И это выбор. Я поняла то, что счастье — это выбор. Я поняла то, что я не хочу, чтобы мысли, чтобы ум управлял мной. Я хочу сама решать, что мне делать. Как раз на курсе я получила инструменты для работы со своим умом. Убеждениями, предубеждениями. Вот знакомиться было с собой вообще неприятно. Я осуждала в других то, что, оказывается, есть во мне. Я говорила, вот этот человек плохой, то ли дело я хорошая, да? И я не видела в себе те качества, которые я видела в других людях. Я говорила, что человек — это лицемер. А на самом деле во мне присутствовало тоже лицемерие. Я могла бы взять больше из этого курса. И начала себя обвинять, осуждать. И потом я такая опять оп, я осознала, как я себя веду. И, кстати, как я вела себя на курсе, это показывает, как я себя веду в жизни. Хотелось бы пожелать, кто будет вообще, кто собирается проходить. Не слушайте свой ум, когда он будет говорить вам, что вам нужно уйти, что вы не можете что-то, что да какое погружение в себя, что у меня нет времени. Не слушайте его. Просто делайте то, что говорит алмаз. Он знает, что он говорит. Вот. Он ethic. Он Curry. Он堒ит кусок. Онicio. Онeda recognition.